Продолжаем говорить, собственно, о российской армии. Женщины созданы не только для супов и детей. Под контрольной Минобороны Российской Федерации ЧВК Редут набрала женщин на боевые специальности. В батальон Борс, сообщают важные истории, набирают женщин в снайперский отряд и отряд БПЛА, беспилотного летательного аппарата. И это первый набор. С желающими обещают заключать контракт на 6 месяцев и платить от 220 тысяч рублей в месяц. Также обещают все выплаты в случае ранения или смерти. Желательно также иметь навыки обращения с оружием. Но если и их нет, обучают обучить за один месяц в Донецке. Об этом всем говорим далее. Также в целом о мобилизации в Российской Федерации и на временно оккупированных украинских территориях. С Иваном Варченко, экспертом по вопросам национальной безопасности и военнослужащим вооруженных сил Украины. Здравствуйте, Иван. Доброе утро. Слава Украине. Героям слава. Ну, собственно, женщина в армии не новость. С точки зрения вооруженных сил Украины служат около 43 тысяч женщин. Но многие из них шли добровольцами. В Российской Федерации ранее женщин там как-то не было замечено. И вот сейчас эта ситуация, когда начинают вербовать уже фактически женщин. На ваш взгляд, это вот просто от уже безысходности, от того, что уже и мужчин не хватает? Мужчины быстро заканчиваются в украинских фронтах. И, конечно же, Россия вынуждена искать возможности чем-то восполнить свои утраты. Конечно же, они обратили внимание. Я хочу сказать, что российская власть сделала все для того, чтобы создать хорошие социальные условия для того, чтобы люди хотели воевать. Как выглядят эти условия? Убогий русский народ, то, что называется русским народом, доведенный до того, что единственным путем, единственной возможностью каким-то образом прокормить свою семью, на сегодняшний день все больше и больше достается это войти на украинской земле. Поэтому, конечно же, и мужчины, которых тяжело даже на большие деньги сейчас найти на Россию, закончились. И взгляды обратились к женщинам, которые тоже доведенные до бедности, готовы искать, в том числе, такие вот катастрофические для себя, варианты помочь своей семье финансово и материально. Мы вместе с тем готовы напоминать им, что и мужчины, и женщины – это тоже живые существа, которые идут в таком же темпе на фронте, если они там окажутся. И поэтому хочу напомнить им статистику. Из тех 300 тысяч, которые защитили в Украину в 2022 году, 24 февраля, уже практически никого не осталось, поскольку около 300 тысяч их уже погибло. И те, кому повезло каким-то образом раствориться в следующих волнах мобилизации, и сейчас, конечно же, уже не горят большим желанием стать быстренько героем и рваться в первые ряды штурмующих фронтовиков. Вместе с тем около 400 тысяч на сегодняшний день потенциальных российских жертв остается в украинских полях. И, опять же, исходя из той статистики, я напомню, эти 400 тысяч – это ровно на два года. Исходя из тех темпов, которые были раньше. Исходя из того, что оружие у нас будет все более современное и все более сконцентрированное на работу с живой силой, как это кассетные боеприпасы, то мы понимаем, что темпы утилизации этого живого мяса российского, в том числе, неважно, женщины, мужчины, они будут увеличиваться, эти темпы. Вот по поводу цифр, кроме 400 тысяч российских солдат в Украине, о которых заявляло главное управление разведки Украины, заявляли также о том, что в месяц Россия мобилизует 20 тысяч людей на войну. Насколько для такой страны, как Российская Федерация, страны большой, вот эти 20 тысяч в месяц – это весомая цифра? Сейчас весомая. Страна большая, страна, которая хвалилась о том, что у нее мобилизационный эффект составляет более 20 миллионов, оказывается, столкнулась с большой проблемой. Не то, что 20 миллионов, а и одного миллиона тяжело дотянуть. И все волны мобилизации, и все мобилизационные мероприятия, которые они проводили на России на сегодняшний день, позволили им собрать меньше миллиона, около 700-800 тысяч потенциальных жертв, или уже реальных жертв, которые оставили уже свои головы. Вместе с тем, я напомню, что только провозглашение мобилизации, только через грузинскую границу заставило убежать более 700 тысяч россиян, не говоря о казахской границе, не говоря о границе с другими странами всего. Мы понимаем, что от 1 миллиона 200 до полутора миллионов россиян ногами показали свое отношение к режиму, к его войне, и убежали. Ну, или даже не отношение к режиму, а из страха оказаться на этой войне продемонстрировали вот такой результат. Полтора миллиона и менее миллионов в два раза больше убежало, чем пришло на войну. Теперь с каждым днем им все тяжелее и тяжелее. Даже эти 20 тысяч мы понимаем, что с каждым днем в соседнем селе, на соседней улице, в своем селе, в своем подъезде появляется семья, у которой не пришел кто-то с войны. И, конечно же, это служит дополнительной антирекламой к любым мобилизационным мероприятиям, которые старается проводить российская власть. Мы понимаем, что это уже задание. Даже 20 тысяч для страны, которая говорила о 20 миллионах, то есть в тысячу раз больше, даже 20 тысяч в месяц для этой страны – это величайшее задание. Ну и говоря о темпах, опять же, утилизации российского живого мяса, то следует сказать, что утилизация происходит в темпе где-то около 20 тысяч каждый месяц. И, конечно же, при этом мы можем говорить, что они более-менее компенсируют тех, кого уничтожают украинские силы обороны. Вместе с тем мы понимаем, что те, кто приходят в новое и свежее мясо, это мало обученные, меньше обученные существа, существа, соответственно, жизненный путь у них окажется еще короче. И, конечно же, мотивации у них не становится больше. Они с первого дня и до последнего дня своего пребывания на Украинском фронте понимают, что Путин их обманывает, но для многих, оказывается, это уже поздно. Учитывая такую плачевную ситуацию для российской армии, отважится ли Путин на эту открытую уже мобилизацию? Потому что мы понимаем, что она скрытая, она уже давно, она и не прекращалась, собственно, она продолжается. Плюс мы знаем, что сейчас вот как раз в России призыв, да, и многие призывники, если их там где-то на них нажать или уговорить, или как-то припугнуть, они даже подпишут контракт и уже станут официально уже контрактниками, уже они призывниками, соответственно, уже опять-таки будет повод их отправить на передовую. То есть будет ли зависеть вот от таких вот факторов, то все-таки решится ли Путин на вот такую масштабную все-таки мобилизацию, которая была вот в сентябре прошлого года? Путин понимает, что масштабная мобилизация может ему грозить, опять же, многими и многими протестами разного рода, разного характера, разной степени масштабности и глубины. Поэтому, исходя из своей социологии, они точно стараются понять, как будет действовать среднестатистический россиянин и, соответственно, среднестатистическая российская масса в каждом населенном пункте. Поэтому, конечно же, они боятся этих протестов. Конечно же, именно поэтому они не спешат сейчас призывать под ружье сотни тысяч и миллионы, поскольку понимают, что погоня за этими сотнями тысяч может обернуться для них большими протестами их семей, жен, детей, с которыми очень тяжело будет справиться. И, более того, они помнят осенние протесты образца 2022 года, когда только началась мобилизация, когда еще никто в образах не видел, как она закончится, чем закончится, когда еще весело под Катюшу и под «Вставай, страна огромная» они проводили своих родственников на войну в Украину. Вот абсолютное большинство из тех, кто провожал с песнями, плясками, с улыбками своих родственников на войну. Получили сейчас их трупы в закрытых или открытых гробах, скорее, в закрытых. Получили информацию о том, что их родственники пропали без вести. И, конечно же, они в случае мобилизации могут служить, даже не пополнить ряды тех, кто будет протестовать. Протестовать, скорее, будут те, кому еще предстоит отправить своих родственников. А вот дать аргументы для тех, кто протестует, они точно дадут. И, возможно, конечно же, та социальная ситуация, которая сейчас есть на России, то, что им задерживают или не выплачивают обещанные выплаты по гибели родственников, а тем более по тех, кто пропали без вести. А мы помним, что российская армия старается как раз назвать пропавшими без вести, в том числе убитыми для того, чтобы не платить деньги семьям. И поэтому, конечно же, вся эта ситуация грозит большими и меньшими взрывами общественного возмущения на России. Конечно же, Путин это понимает. Именно потому основные мобилизационные мероприятия происходят не в центре, не на Москве, не в Санкт-Петербурге, а происходят где-то в российской глубинке. Да, и, кстати, стали гребти в последнее время активнее мигрантов. Облавы прямо в мечетях устраивают. Вот такое 20-го было октября в городе Котельники Московской области. Мусульман в мечети задержали, доставили в военкомат и заставили подписать контракт, угрожая при этом тюрьмой, если те откажутся. Как вы думаете, зачем так активно вот именно сейчас взялись за мигрантов трудовых? Их и раньше призывали, вербовали, мобилизовывали на войну. Поэтому радио «Азатык» сообщает, что за последние 9 месяцев число киргизских мигрантов, работающих в России, сократилось почти на 180 тысяч или на 30%. То есть люди бегут, понимая, что им предстоит, если их возьмут на войну, загребут на войну. Но почему взялись за трудовых мигрантов? Не еще социальных связей. То есть эти люди не живут поколениями в селе, в населенном пункте где-то. Они не знают дедушек, бабушек друг друга, как это часто ведется, особенно в классических таких населенных пунктах, городах, маленьких городках и селах. Поэтому, конечно же, отсутствие этих социальных связей, отсутствие тех, кто придет протестовать за этого взятого мигранта на войну в Украину, это, конечно же, стимулирует органы мобилизации российские. Они понимают, что это первоочередная задача и первоочередная жертва. Поэтому наловить, конечно же, мигрантов, наловить существа с небольшими социальными связями, без родственников, без особых, без жен, без детей, это совершенно понятно. И прежде всего, я думаю, обрабатываются и отрабатываются эти списки. Поэтому сначала уничтожаются те, за кого некому будет сразу прийти, а потом уже уничтожаются те, за кого еще кто-то будет протестовать. Иван, спасибо вам большое. Иван Варченко, эксперт в вопросе национальной безопасности, военнослужащие вооруженных сил Украины, говорили о мобилизации в России, которая идет по-тихому, готов ли Путин к полномасштабной новой второй волне, открытой мобилизации, а также для чего в России стали вербовать женщин в ЧВК, которые под контролем Минобороны Российской Федерации. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин